Эмилия Васильевна, давайте разберем с вами такую тему, как вторичные выгоды. Например, очень часто, если ты чувствуешь себя обиженным, и даже не столько чувствуешь, а может быть иногда даже и не чувствуешь, но показываешь, что ты обиженная, и, наверное, чаще всего это женщины делают, то масса вторичных выгод. И, так сказать, другой человек будет ходить на цыпочках перед тобой, будет делать то, что тебе нужно, там можно легко кого-то завиноватить, на чувство вины посадить, сам тогда можешь ничего не делать, не работать над отношениями, а просто обижаешься, и другой вот это выполняет. Что вы думаете по этому поводу? Те, кто слушают нас, наверняка есть такие женщины, которые используют эти стратегии, потому что я слышала, что многие женщины это используют. Слава Богу, в моем близком окружении таких женщин нет, я такими стратегиями никогда не пользовалась, но слышала, что это очень популярная стратегия, и, готовясь к интервью, я даже прослушала один эфир. Женщина-психолог, которая проводила эфир по поводу обиды, она спросила у тех, кто принимал участие в эфире, кто из участников эфира готов распрощаться с обидами навсегда, и 60% написали, нет, мы хотим быть обиженными. Не обиженными, а мы хотим обижаться. А, ну так здесь, по-моему, разговор идет не о том, что люди обижаются, а здесь идет разговор об управлении другими людьми. И если, предположим, мама позвонит дочери и скажет, доченька, садись, пожалуйста, и завези мне там то-то, то-то, у доченьки вдруг найдется 150 дел. А если мама обидится, то доченька начнет звонить, прибегать. Ну, нормально, нормальная стратегия. То есть, в чем проблема? Я проблемы не вижу здесь. Я вижу, как сказать, люди широко открытыми глазами смотрят друг на друга и прекрасно понимают, что могут общаться друг с другом только через манипуляции. У меня несколько дней там назад вдруг на спине я увидела, что как будто бы это клещ. Я как раз ездила на велосипеде и проезжала через лес, и я испугалась, но я не видела, действительно не видела клещ, что-то такое было черное. Я позвонила своей дочери, она уже была через 20 минут у меня, посмотрела через лупу, нет, это не клещ. Так что мне, слава богу, никакие обиды не нужно включать с ней. То есть, тогда получается, что, в принципе, человек использует стратегию обиды, потому что это работает. Это работает. Потому что это работает, да. И я знаю, я помню, Николай Иванович нам говорил на вебинарах, что там чуть ли не через, когда ребенку год или два, ребенок знает, кому обижаться бабушке имеет смысл обижаться, дедушке нет, кому-то имеет смысл плакать. И тогда просто человек очень хорошо чувствует. Ань, а мне кажется, что этот вопрос людей даже вообще не волнует. Тут же, мы вот с тобой какие вещи обсуждаем? Мы обсуждаем, например, когда людям обида мешает. Когда людям обида мешает, и как от этого чувства избавиться? Вот это обсуждаем, да. А когда, например, ты сейчас рассказываешь о том, что люди при помощи обид управляют другими, то людям это не мешает. К тебе кто-то приходил и говорил, например, что, ой, мне мешает то, что мне там надо фыркнуть, скорчить. Нет? Нет, нет, нет. Вопросов не было, а чушь тогда это обсуждать. Или даже, вот, например, когда дают такую формулировку, вторичные выгоды. Почему вторичные, а не первичные? Ну, вторичные. Я, например, хочу, чтобы кто-то вокруг меня на задних лапах бегал. И приносил мне там и пледик, и лимончик, и чай с сахаром. Я сделала. Вы же попросите просто, дорогой, принеси мне, пожалуйста, лимончик. Ну, я к этому, знаешь, как отношусь? Ну, в Китае живут китайцы. А в Африке живут чернокожие, да? В Европе там европейцы. Так и здесь. Кому-то нравится просить. Кому-то нравится манипулировать. В чем проблема? Потому что у нас есть какие-то в голове услуги. Смысл какой? Надо что-то ремонтировать, если результатов нет. Тогда это можно обсуждать, ремонтировать. Вот если я говорю, если, например, мне кто-то говорит, что я обижаюсь на родителей, и мне это мешает, ну да, то есть там, я вспоминаю, как 20 лет, 30 лет, я детство вспоминаю, и мне это мешает. И тогда начинаем разбирать, и тогда я говорю, технологии прощения не работают. Это фигня, психологня. Давай с тобой разбираться, чего ты в сегодняшнем дне не получаешь, но ты возложил ответственность за то, что ты сегодня не получаешь. На родителей. Да, вполне возможно, если бы они вложились, может быть, было бы легче. Но давай разберемся, чего ты сегодня не получаешь. Давай разбираться. И когда ты сегодня это получишь, это как вот, опять же, женщина развелась, обида на бывшего. Когда обида закончится? Когда выйдет замуж. Когда выйдет замуж, правильно? Да. Когда остановишь баланс в своем мире. Ты можешь 20 раз эти какие-то медитации делать. Но если ты не выйдешь замуж, то ты будешь обижена на человека, который разрушил твою жизнь. Как у меня есть женщина пришла и говорит, я хотела золотую свадьбу вместе встречать. Или я хотела вот каждую очередь, чтобы мы вместе делали вот это, знаешь, как этот хренадер называется, да, там, натирают. Вот они вместе это закупали, шли, делали, закручивали, друзьям дарили, очень умели вкусно это делать. Я всегда хотела, чтобы это было у меня. Я говорю, теперь ваша задача, давай, говорю, это будет у тебя. Только ты не будешь вот эту свою цель связывать только с одним единственным человеком. Давай найдем другого, встретим. Как говорится, нашему всему возьмем в руки управление своей жизнью, да, и создадим эти солнечные дни, о которых мечтам. Это один аспект, да, связанный с обидой. Это то, что на самом деле нужно решать, объяснять людям, чтобы им облегчать жизнь. А другой момент, когда психологи сидят и размусоливают про вторичные обиды. Я всегда прошу, пожалуйста, друзья мои, сформулируйте мне, пожалуйста, что это такое вторичные обиды. Вторичные выгоды вы имеете в виду? Да, вторичные выгоды. Почему я этот вопрос задаю? Потому что я не вижу вторичных, я вижу первичных. Почему вы называете это вторичными? Я помню, лет, наверное, семь назад, я полтора года ходила на психодраму, и был один мужчина, который вдруг сказал, все, теперь я понимаю, откуда берутся все мои проблемы. Когда мне было пять лет, меня повели в садик, я не хотел идти в садик. Вы представляете, Эмилия Васильевна? Мужчина, которому было около сорока лет, связывал все его неудачи в тот момент с тем, что в пять лет его повели в садик. А, ну, если нам круглосуточно этим застаряют мозги в интернете. Если мы заходим, и нам все время это рассказывают. Я бы, например, если бы услышала, человек мне сказал бы, проблемы, от того, что в пять лет его повели в садик. Я бы попросила, чтобы он мне рассказал, какие проблемы, проанализировала бы его взаимодействие, да, увидела бы, где происходит деструкция какая-то. И поработали бы над этим. А не серии, что ты не удовлетворен с сегодняшним днем, например, у тебя нет близких друзей, потому что тебя вообще не волнуют близкие друзья, да, как люди часто говорят, вот сейчас не встретишь надежного друга. Ну, постарайся сам быть надежным другом, да, как надежного брата, ну, стань сам надежным братом. Так и с мужчиной бы. Вот, вот, хорошо, у него такое откровение. И что теперь с этим откровением делать? На хлеб намазать? Ему легче будет жить, что он не знал, от чьего у него проблемы с сегодняшнего дня? Понимаешь? Насколько я вижу, очень часто в таких случаях человек просто уходит от ответственности. То есть вместо того, чтобы брать ответственность за мою жизнь, ну, или за свою жизнь сегодня, намного проще на кого-то обидеться. И, кстати, Лобковский говорит, что обида номер один – это обида на своих родителей. На своих родителей, что чего-то не додали. там когда-то, и можно тогда обижаться просто всегда. И если что, то ему человек... Вот смотри, ведь в чем головы засорят? Нам рассказывают, что если ты сумеешь перестать обижаться, если ты простишь, то жизнь наладится. А у людей не получается простить. Почему? Потому что вначале надо жизнь наладить. А потом этот момент прощения, он наступает даже не в виде прощения. У тебя уходят эти мысли из головы. Ты не ищешь кого-то, кто виноват за твою сегодняшнюю жизнь. Потому что никто не виноват. У тебя сегодняшняя жизнь прекрасна. Вот что я хочу донести, понимаешь? То есть я хочу, потому что я сталкиваюсь с большим количеством людей, которые занимаются этим прощением, прощением, коучингом занимались, еще чем-то. А вот как был, так и остался. И приходит и говорит, я не могу понять, почему обида не уходит. Это что, я такая сволочь? Нет, ты не сволочь. Просто тебе глупостями забили голову.